я вас категорически приветствую на земле казахстана часто в комментариях спрашивают у меня где можно купить ну или достать молоток такой как у меня в роликах жестянский молоток ляпка называется он либо утюжок ну где можно достать я знаю три пути один из них это купить в фирменном магазине который торгует инструментом для жестянщиков для кровельщиков вот ну цена там конечно совсем не демократичная на этот молоток поэтому те специалисты которым проще купить они самим сделать наберите у гугла спросите молоток ляпка и он вам адрес выдаст где можно купить второй путь это заказать на каком-нибудь заводе или у какой токаря фрезеровщика вот ну для меня этот вариант тоже неприемлем потому как токаря у нас они где-то на небесах живут и к ним либо не подойдешь просто так ну и либо цены не такие ломит что прочь в магазине купить вот ну и третий путь это путь сделать своими руками чем мы сегодня и займемся поехали самое главное чуть не забыл те нытики у которых нету инструмента которые плачут в комментариях что чтобы что-то сделать нужно кучу инструмента где его взять ребят этот ролик не для вас поэтому сразу проходите мимо ну а те кому интересно кому будет полезно у кого есть инструмент или есть кому обратиться там что-то приварить или взять болгарку поработать то пожалуйста приятного просмотра ну и чтобы изготовить молоток жестянический нам потребуется какой-то старый ненужный молоток желательно брать не очень тяжелый но я вот такой вот слесарный возьму 25 на 25 сечением такое там уже повидавшие виды также нам понадобится кусок рельсы а точнее кусочек подошвы рельсы и рессора кусок рессоры ну а также руки ну и какой-никакой инструмент а точнее сварочный аппарат мы первым делом нам нужно отпилить кусок подошвы рельса который будет равен сечению молотка и плюс немножко запасов на обработку так как молоток у меня сечением 25 на 25 я отрежу миллиметров 27 также нам понадобится уши по простому болгарка мне 180 не забываем про средства индивидуальной защиты это будет боек молотка теперь 125 болгаркой за чистым диском готовим площадку площадка должна быть 25 миллиметров поехали вот так вот должен как-то получиться готова все теперь зачищаем ровщину готовим к сварке ну и фасочки снять нужно будет вот так примерно должно получиться фаски и теперь на молотке тоже фаски снимаем по периметру ну вот так вот как-то получилось фаски здесь тоже также отрезал кусок рессоры за кадром и теперь нам нужно вот так вот его внедрить я уже расчертил и нужно вот эту вот часть вырезать чтобы потом у нас эта штука вот так сюда вставка все пилим ну вот наши части готовы для сварки так фасочки снял здесь тоже и вот так вот теперь это все нужно приварить будет все варим вот так вот молоток выглядит после сварки большим током проварил чтобы поглубже провар был вот теперь нужно швы сошлифовать один нюанс ни в коем случае нельзя остужать водой после сварки потому как железка молотка изготовлена из инструментальной стали и при резком охлаждении может полопаться все ну и рессора тоже из хорошей стали 65 г по моему насколько мне известно поэтому после сварки охлаждать водой нельзя ну вот такой вот результат промежуточный после шлифовки теперь нам нужно разметить эту бойковую часть боёк так чтобы она была относительно оси молотка в разные стороны относительно осей по 30 миллиметров для этого после всей шлифовки полировки замеряем то что у нас получилось 24 примерно 24 напополам 24 с половиной это по 12 это 12 миллиметров проводим линию с этой стороны линию так как здесь неровности провели сколько получилось и теперь выводим линию до бойка так можно это лучше маркером сделать так вот так вот теперь здесь нужно соединить эти точки так и теперь относительно плоскости какой-то нужно проверить прямой угол нас или не прямой прямой угол так и теперь вот от полученной линии вверх вниз моем случае откладываем по 30 миллиметров и не пишет уже маркер сюда и теперь поугольнику относительно плоскости делаем хорошие такие риски чтобы их видно было так вот и вот эти вот кончики нам нужно отпилить отпиливаем вот так вот получилось теперь нужно вот здесь вот задать радиус радиус 350 миллиметров так чтобы задать нам радиус надо построить шаблончик полоска металла отвечаем 60 миллиметров и тридцать Длинного циркуля нету здесь гаража у меня поэтому воспользуемся штангенциркулем штангенциркуль до 300 мы просто возьмем его вот так развернем и по линейке 350 отложим и теперь вот по центральной линии которые 30 миллиметров проведем дугу теперь просто шаблончик вырезаем вот такой шаблончик вот дуга вот теперь ее отчерчиваем совмещаем центральную линию ранее проведена и проводим и с другой стороны также чтобы когда шлифовать будем чтобы с обоих сторон контролировать так все шлифуем ну и вот такой молоточек после всех манипуляций у нас получился шлифован таким наждачным кругом вот как то так теперь осталось приделать ручку к нему и все и будет готовый молоток ну и вот после всех манипуляций вот такой вот молоточек получился у нас ручку покрыл маслом льняным на один раз вот так чтобы мало-мальски когда работаешь рука если потеет чтоб шибко не поднимала ворс вот такой вот молоток ляпка вот как то так вот молоточек у нас сегодня получился ничего особо сложного в этом тест этого молотка будет в одном из следующих роликов постучим по железу чего-нибудь погнем но я думаю он справится со своей работой потому как это уже не первый мой самодельный молоток посмотрим как он себе покажет на этом буду прощаться от себя желаю всяческих успехов успехов во всех начинаниях кому было полезно пожалуйста пользуйтесь делайте себе инструмент пусть вам сопутствует удача ну а те кто впервые на моем канале не забудьте подписаться ставьте свои лайки ну или дизлайки от меня всем успехов и главное будьте здоровы до новых встреч вам на 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 Продолжение следует...